Смотрим вот на верхний, на четвертый этаж, под окнами. Начинают высыпаться кирпичи. Дому возрастом за 60 лет возможно уже и простительно такое поведение. Здание кричит о заботе, люди кричат об угрозе жизни. Фото в доказательство. По счастливой случайности люк с крыши открылся в пустой квартире Юлии. У меня сейчас упало здесь. А как они дальше делают? Если он там у меня уже прогибается потолок, оно завтра, послезавтра упадет меня там. Здание сотрясает работу на крыше. Этим летом здесь меняют кровлю. Дом попал в программу капремонта. Правда, жильцы говорят, что за нее не голосовали и считают, что их обманули. За три дня до Нового года с пустыми бумагами, чтобы мы подписали. Вот это, наверное, протокол собрания пустые. Мы и не стали подписывать. Потом у них появился этот протокол. Они отдали его в капитальный ремонт на строителей. И начался вот этот ремонт. Вот это прислали, чтобы мы его заполнили. А как мы будем заполнять, если мы ничего не знаем? Какая сумма? Ничего не понимают. Паспорт объекта тоже довольно подозрительный. Номера протокола общего собрания нет. Сколько стоит работы, люди не знают. Зато срок проведения работы обозначен четко. При этом люди не против этого ремонта. Крыша постоянно течет. На общем собрании, которого не было, жильцы должны были утвердить перечень работ на кровле. И люди, скорее всего, заказали бы еще замену ветхих потолков, чтобы те не падали на голову. Но вот что говорит рекоператор. Капитальный ремонт перекрытий потолков не входит в вид работ по капремонту. Какой капитальный ремонт? Вот смотрите, угол. Какой капитальный ремонт? Кирпичи выпадывают. Жильцы уверены, что вместе с капремонтом крыши капремонт нужен всему зданию. А лучше и вовсе сменить жилье на современное. Для себя они давно считают дом аварийным. Хотели, что независимую экспертизу делать. Сказали, 30 тысяч надо. Но большинство отказались. На сегодняшний день граждане, проживающие по адресу Тимуровская, 62, с заявлением по вопросу о выявлении оснований для признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкторы, в межведомственную комиссию города Барнаула не обращались. А процедура такова. Чтобы признать дом аварийным, нужно заявление от жильцов. Чем они сейчас займутся? В течение месяца в дом должна прийти городская комиссия, которая и определит, будет стоять этот дом или же нет. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Наверное, почти.